Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кейт Мур, и я очень рад быть с вами сегодня, потому что Слово Божье реально, и оно сработает в жизни каждого, кто верует. Это правда, как сказал Иисус, «Все возможно верующему». То есть вы можете выйти из ваших проблем и настолько удалиться от них, что не пройдет много времени, и они покажутся вам плохим сном. Тем, кто верует, возможно выйти из долгов, возможно выйти из болезней, болей и проблем. И думаю, я обращаюсь к верующим. Давайте помолимся, давайте высвободим сегодня свою веру, обратимся к Слову Божьему и будем верить Богу об откровении и истине, которая делает свободными. Закройте глаза и поднимите руки. Бог Отец, я благодарю Тебя за Твою доброту, за Твою верность, спасибо Тебе за эту возможность служить Словом Божьим и видеть, как изменяются жизни, получать свидетельства о чудесах, потому что Ты жив и Ты продолжаешь любить людей и продолжаешь отвечать на молитвы и реагировать на веру и в наше время. Давай нам провещевать в Духе Святом. Давай каждому уши слышать и принимать, и мы будем не только слушателями, но и исполнителями. Во имя Иисуса. Аминь. Хвала Богу. Если вы были вместе с нами несколько недель назад, тогда вы знаете, что мы говорили о том, как важно быть на стезе, которую Бог избрал для вас, и оставаться на этой стезе, и что на этой стезе есть все благословения и полнота привилегий за служение Богу. Пожалуйста, вернитесь в 4 главу книги Притчей. Притча, 4 глава. Давайте прочитаем наше местописание и рассмотрим дополнительные нюансы относительно пребывания на совершенной стезе Божьей. Книга Притчей, 4 глава. Притча, 4, 18 стих. Здесь говорится, «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Послушайте это еще раз. Есть путь праведных, и есть путь беззаконных, нечестивых. «Стезя праведных становится светлее и ярче с каждым днем, как солнце, восходящее на заре. Оно не светит ярко, но потом становится все ярче, ярче и ярче, пока не достигает полной силы в полдень, или когда там оно самое жаркое, когда нет теней, только яркость». Но кроме того, есть стезя беззаконных, и эта стезя не становится ярче, она становится темнее. Благодарение Богу есть путь света, но христиане могут сбиться с пути света и попасть на путь тьмы. Но также беззаконные люди, грешники, на пути тьмы могут принять спасение, уйти с этого пути и попасть на путь света. Позвольте напомнить вам то, что мы говорили о стезе на наших предыдущих занятиях. Два места Писания. Книга Притчей, 12 глава, 28 стих. Притчи, 12-28. Здесь говорится, «На пути праведности — жизнь, и на стезе ее нет смерти». Вы поняли? На правильном пути есть только жизнь, и нет смерти. В 1-м послании Иоанна 1-й главе сказано, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, Он сказал, то мы лжем и не поступаем поистине. Не поистине. Как мы уже упоминали раньше, если вы жили в бедности, недостатке, проблемах, нужде, и сейчас вы в худшем состоянии, чем три года назад, в разных сферах своей жизни, не пытайтесь объяснить это тем, что на вас была направлена мощная духовная атака. Нет, правда в том, что вы сбились с пути. Если бы вы остались на том пути, вы бы прошли через хорошие места. На правильном пути вы проходите через правильные места и испытываете правильные благословения. На неправильном пути вы проходите через неправильные места и испытываете неправильные вещи. Когда вы сбиваетесь на неправильный путь, вы проходите через болезни град, вы проходите через город депрессии, вы проходите через разные ситуации, травмы, которых Бог никогда не планировал для вас. Но благодарение Богу, если вы на правильном пути и остаетесь на нем, вы попадаете в хорошие места. Бог приведет вас в здравие град. Он приведет вас через преуспевание в город повышений, если вы будете оставаться на правильном пути. Я бы хотел, чтобы сегодня вы открыли вместе со мной Евангелие от Иоанна. Иоанна, 8 глава. Иоанна, 8 глава. Если можете, возьмите Библию и положите ее перед собой, откройте ее, возьмите свою записную книжку. И если на правильном пути все так чудесно, если на правильном пути все благословения, почему люди сбиваются с него? Это делают миллионы людей. Я хочу, чтобы мы подробно разобрали это сегодня. Почему люди сбиваются с пути и как они это делают? Потому что враг очень коварный и изобретательный, очень хитрый. Однако в Писании сказано, что мы не остаемся в неведении относительно его козней. Я верю, что две вещи происходят, происходили и будут происходить, и для этого Господь будет использовать эти передачи. Он будет помогать людям, которые сбились с пути, вернуться назад, вернуться в центр Божьего плана и Божьей воли для их жизни. Но также я верю, что Господь знает правильное время для всего. Он знает планы врага, что враг приготовил для нас с вами. Господь всегда впереди. И если мы прислушаемся, Он научит нас, подготовит, чтобы мы не стали добычей дьявольских козней и не сбились с пути. Мы будем предупреждены, мы будем вооружены, мы будем готовы, и когда эти искушения соблазны проявятся, чтобы сбить нас с пути, мы поймем, что происходит, и мы не сойдем с него. Знаете, какое это чудо? Какое это чудесное свидетельство, если мы с вами, начиная с этой минуты и до конца нашей жизни, не собьемся с пути? Если мы будем оставаться прямо посреди совершенной стези и совершенного Божьего плана для нашей жизни, какое это будет свидетельство? И Бог прекрасно может сделать это, если мы посвятим Себя Ему и будем следовать за Ним. Откройте 8 главу Евангелия от Иоанна. Иоанна, 8 глава, 12 стих. Одно из чудесных искупительных утверждений Бога «Я есмь». Иоанна, 8, 12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Я прочитаю еще раз. Вдумайтесь в это. Иисус сказал, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». Вот еще одно подтверждение. Если вы ходите с Ним, вы не будете ходить во тьме, смерти и нужде. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Представьте себе такой пример. Что, если бы у вас появилась возможность или вам предъявили требование попасть в чащу джунглей Южной Америки? И что, если бы это происходило так? Вас послали туда спрыгнуть с самолета посреди ночи. Это джунгли. Вы никогда не были там раньше, ночное время, но вам дали гида, у которого есть с собой хорошие фонари. Итак, вы вместе с ним прыгаете с самолета, открываете парашюты и попадаете в чащу темных джунглей. Как только вы попадаете туда, снимаете свой парашют, вы оглядываетесь, ночь, джунгли. Вы оглядываетесь, и отовсюду на вас смотрят глаза. И вы понимаете, что вы в джунглях во время ужина. И вы среди блюд в их меню. Вы разворачиваетесь, и вот стоит ваш проводник. Он вырос там. Он жил там всю свою жизнь. Он считается самым лучшим проводником в этой местности, и у него есть свет. Если у вас вообще есть мозги, вы посмотрите на него и скажете, «Послушай, парень, сегодня ночью мы с тобой вдвоем. Я буду держаться за тобой. Если ты неожиданно остановишься, предупреди меня, в противном случае я ткнусь носом в твою спину, потому что я следую прямо за тобой. Я буду прямо за тобой». Как сказал псалмопевец, «Моя душа ищет тебя». Если вы умны, вы будете держаться него. Он знает, куда идет, он вырос там, он самый лучший проводник, и у него есть свет. Но что произошло бы, если бы вы уже прошли какое-то расстояние в джунглях, продвинулись вперед, прорубая себе путь, он впереди, а вы помогаете сзади, и вдруг, посмотрев в сторону, вы видите хорошую тропинку. Чистая тропинка выглядит намного легче, чем тот путь, которым вы идете. И вы спрашиваете, «Эй, а это что за тропинка? Давай пойдем ею». Если он обернется и скажет, «Нет, нельзя идти этой тропинкой». А вы говорите, «Да послушай, там намного легче, не надо прорубать себе путь, не надо столько работать». А он отвечает, «Нет, нет, поверь мне на слово, иди за мной, следуй за мной». Но если вы скажете, «Стой, подожди, я тоже кое-что знаю, у меня тоже есть Дух Святой, и я знаю кое-что, и я считаю, что это достаточно хорошая стезя». И он отвечает, «Нет, нет, сеньор, идите за мной, оставайтесь здесь». Если вы скажете, «Да нет, я тоже кое-что знаю, я тоже кое-что слышал, я пойду этим путем». И он ответит, «Я не пойду с вами». А вы ответите, «А я иду». И вы отделяетесь от него и начинаете идти противоположной стезей. С каждым своим шагом вы отдаляетесь от него, у него есть свет. С каждым вашим шагом становится все темнее, темнее и темнее. Вы можете сказать, «Только глупец мог бы так поступить». Глупцы делают это каждый день. Миллионы христиан делают это. Иисус сказал, «Я свет». Если вы пойдете за мной, вы не будете ходить во тьме. Вы будете ходить во свете жизни. Иисус был здесь, на земле. Он ходил по земле. Он совершенным образом угодил Отцу. Он ни разу не согрешил, ни разу не подвел. Он все делал успешно. И у Него не только есть свет, Он Сам есть свет. Он послал Своего Духа обитать в нас, и Он говорит, «Хорошо, теперь я с вами». Следуйте за мной. Оставайтесь близко ко мне. И если мы достаточно умны, Он будет вести нас и управлять нами по жизни. В обход всех ловушек, всех ям. Он проведет вас по пути до конца вашей жизни. К славе. К финишной прямой. И мы могли бы сделать это без неудач. Он знает, как это сделать. Он повел бы нас по этому пути. Но миллионы христиан в разных ситуациях в своей жизни говорят, «Ну, нет. Мне кажется, я должен сделать так. Мне кажется, я должен пойти этим путем. Он кажется мне нормальным. И я тоже знаю кое-какие вещи. У меня тоже есть мозги. Если бы они прислушались, Господь бы сказал, «Нет, нет. Оставайся со мной. Оставайся здесь». Но упрямые, несведущие, непокорные, непослушные говорят, «Нет, нет. Я буду делать это по-другому». И они начинают идти этим путем. И там становится темнее. С каждым шагом они отдаляются от общения с Господом и следования за Ним. Там становится все темнее и темнее. А это значит, что вы не знаете, что происходит. Вы не знаете, где вы. Вы не знаете, что вы должны делать. Вы все больше запутываетесь. И чем дальше вы идете, тем больше все запутано. Вот почему у нас столько христиан, даже служителей, которые сбиты с толку, прибывают в замешательстве и спрашивают, «Где мое место? Где я должен быть? Что я должен делать? В чем мое призвание? Мое помазание? Мой дар? Для того, чтобы попасть в такую тьму и смятение, нужно было сбиться с пути». Но хорошая новость в том, что даже если вы сбились, если вы потратили много времени, вы можете вернуться назад. С самого начала, еще с Эдемского сада, со времен Адама и Евы, враг использовал одну и ту же тактику, чтобы сбить людей с пути. И нам нужно выделить время и изучить ее, рассмотреть разные способы, чтобы понять, как дьявол смог сбить людей с пути, чтобы мы не стали добычей тех же козней. Пожалуйста, откройте два места. Если у вас есть с собой Библия, откройте два места. Мы обратимся к первому посланию Иоанна, а потом рассмотрим книгу Бытия. Мы откроем первое послание Иоанна, вторую главу, а потом рассмотрим третью главу книги Бытия. Первая Иоанна, вторая глава, 16 стих. В первом Иоанна 2, 16 сказано, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Он противопоставляет исполнению воли Божьей похотям плоти, похотям очей, и гордости житейской. Это три основные уловки, которые враг использовал еще с Эдемского сада, чтобы сбить людей с того пути, который Бог избрал для них. Поймите, никто не может силой свести вас с того пути, который Бог имеет для вас. Никто. Дьявол не может силой свести вас с пути, никакой другой человек не может заставить вас сбиться с пути. Все, что он может, это нарисовать такой разноцветный рекламный 3D-щит с аудио и видео и попытаться соблазнить вас, чтобы вы свернули с дороги и убедить вас, что будет лучше, если вы сойдете с пути. Пожалуйста, откройте Исход, третью главу, и вы увидите, как враг сделал это с нашими прародителями, Адамом и Евой. Бытие, 3-я глава. Вы понимаете, Бог поставил Адама и Еву на правильный путь. Они переживали славу, они переживали благословение в своей жизни, они не знали никакого проклятия, они были на стезе света. Бог приходил каждый день и общался с ними, показывал себя им. Но пришел враг, и в первом стихе 3-й главы книги Бытия написано, что враг был хитрее, изобретательнее, обманчивее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И знаете, что она ответила? Да, по существу именно так он сказал. Но змей сказал в 4-м стихе, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Послушайте, что произошло дальше. Вы видите тут, что Адам и Ева на правильном пути. Они следуют Божьему плану для них. Но появляется враг и говорит, «Эй, эй, посмотрите сюда, идите сюда, сверните сюда, сойдите с этого пути, который Бог приготовил для вас, и перейдите на этот путь». И обратите внимание, что он использовал, чтобы соблазнить их. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. «Вот похоть плоти». Оно воззвало к ее чувствам, и она подумала, «Оно выглядит хорошо, я бы хотела попробовать». Оно взывало к желанию ее плоти. А потом она увидела, что оно приятно для глаз. Она смотрела на него, и оно показалось ей прекрасным. И это привлекло ее. Желание посмотреть на него, желание попробовать его, и желание смотреть на него, это сбило ее с Божьего пути. И дальше написано, что дерево вожделенно, потому что дает знания. Вот три вещи, которые использовал враг. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. «О, если вы съедите это, вы будете как боги». Подразумевается, что вам больше не нужен будет Бог. Вы сами будете для себя богами. Вы будете независимы от Бога. И это влечение к желанию плоти, желанию очей, гордости. И в Библии написано, «И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Так они сошли с пути, который Бог предназначил для них». И это грустно, потому что вся трагедия, все несчастья... Знаете, люди иногда говорят, «Ну, почему Бог делает все это? Почему Бог позволяет этим несчастным умереть от голода? Почему Бог вызывает все эти войны? Почему Бог делает это?» Послушайте, все несчастья и ужасные трагедии, которые происходят на земле сегодня, не являются волей Божьей. Они не угождают Богу. Бог — добрый Бог. Он — Бог света. Он — Бог жизни. Все ужасные вещи, которые происходят на земле сегодня, происходят потому, что у человека есть свобода воли. И человек делает неправильный выбор. И наказание за грех — смерть. Человек сам сбился с совершенного плана и пути, которые Бог приготовил для него. Ведь если вы на правильном пути, вы проезжаете через правильные места. Если вы попадаете на неправильную дорогу, вы проезжаете через неправильные места, и с вами происходят плохие вещи. И эти три уловки — похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, которые враг использовал, чтобы сбить первых людей с пути, те же уловки он использует с тех пор, чтобы сбить каждого человека, каждую женщину в мире, каждого, кто ошибся и сбился с пути. И хорошая новость в том, что вы не должны попадаться на эту удочку. Вы не должны покоряться этому. И Иисус доказал это. Вы помните, когда он крестился в реке Иордан? Он вышел, Дух Святой сошел на него и повел его в пустыню, где он был искушаем 40 дней и 40 ночей. И вы знаете, что враг использовал те же вещи. Он искушал его через вожделение плоти. То есть, если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб, сбросься с вершины храма, если ты поклонишься мне, я отдам тебе все. Те же три вещи. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Но Иисус не сдался. Он не покорился желанию очей, желанию плоти и гордости житейской. Он не позволил врагу сбить его с пути. Он не последовал за этими желаниями. Он противостоял. Он говорил, написано, не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Написано, не искушай Господа Бога своего. Он говорил, нет, написано Господу Богу своему поклоняйся, и Ему одному служи. Он противостоял, он не сдался. И послушайте дальше. Он вышел оттуда в силе Духа и начал проповедовать и учить с такой силой, что люди исцелялись, люди освобождались, становились свободными. И знаете, нет никаких сомнений, Иисус оставался на совершенном пути, который Отец имел для Него все время. начиная с ясли и до креста. Он не заблудился, Он не ошибся, Он не сбился, Он не поступал по-своему ни один год, ни один день. Он оставался верным, потому что Он контролировал желания своих очей, плоти, разума, гордости. И я верю, что за эти несколько дней, когда мы будем разбирать эту тему, Господь укрепит нас, и мы сможем последовать по следам нашего Учителя. И точно так же, как Он не сбился с пути, нам не нужно будет сбиваться с пути. Почему бы вам не сказать это вслух? Во имя Иисуса, я пойду за Своим Учителем. Он не сбился с пути, и мне не нужно сбиваться с Него. Пожалуйста, откройте вместе со мной четвертую главу книги притчей. Мы продолжим говорить о совершенной стезе, которая становится светлее с каждым днем. Притчи, четвертая глава. Если вы были с нами, вы знаете, это 18 стих. Притчи, четвертая глава, 18 стих. Здесь говорится, «Стезя праведных, как светила лучезарная, которая более и более светлее до полного дня». Более и более светлее до полного дня. Мне это нравится все больше и больше. Вы знаете, псалмопевец сказал, «Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим». И Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком». И с Богом во всем так. Он никогда не достигает вершины. Он никогда не выходит на вершину и не говорит, «Ну вот и все, это все». Нет, у Него всегда есть больше. У Него всегда есть больше для вас. Люди бывало говорили мне, «Мне кажется, есть больше». Но, конечно же, есть большее. В Боге всегда есть больше добрых вещей. Посланник Ефесянам сказано, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Вы знаете, так как сейчас будет не все время. Но если вы могли бы представить себе через миллион лет нас с вами на небесах, которые уже провели там некоторое время с Богом. И мы будем настолько рады, настолько восхищены тем, что мы видим и знаем, и мы подумаем, «Лучше уже и быть не может». И Господь скажет, «Тебе нравится?» Мы ответим, «Да, да, нам нравится». И Он скажет, «А посмотри на это» и откроет себя еще больше. И тогда мы ахнем, «Оу!» И мы опять будем радоваться какое-то время и думать, «Неужели может быть лучше?» И Он скажет, «А посмотри на это, посмотри сюда» и откроет еще что-то. И мы все снова ахнем. Вот что мы с вами должны ожидать от вечности, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам. Но это не начинается тогда, когда вы попадаете на небеса. Все начинается, когда вы принимаете спасение. Все начинается еще на земле. Вы познаете Его как Спасителя, вы радуетесь этому, вы думаете, «Неужели может быть лучше?» И тогда Он открывает вам наполнение Духом Святым. И тогда Он показывает вам, что у вас есть власть во Христе. Тогда Он показывает вам, что хочет, чтобы вы были исцелены и целостны. После этого Он показывает вам, что хочет, чтобы вы были богаты, чтобы вы были благословением, и дальше все лучше и лучше. Итак, если вы на той стезе, которую Он избрал для вас, она становится ярче, более и более светлеет до полного дня. А путь беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Как мы уже учили, если ваши дела идут вниз, если в определенных сферах вашей жизни ваша ситуация хуже, чем пять лет назад, не говорите неправды на истину. Поймите, что вы сбились с Божьего совершенного пути для вас, иначе вы бы не прошли через уменьшение, падение, депрессию и отчаяние. В Евангелии от Иоанна 8,12, давайте откроем это место и рассмотрим его снова. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Мы рассматривали его вчера. Иисус сказал, «Я — свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Если вы остаетесь близкими к Иисусу, близкими к свету, во свете вы можете видеть, и во свете вы не споткнетесь, вы не упадете, не упадете вниз, не собьетесь с пути. Вчера мы говорили о том, что враг использует одну и ту же тактику еще с Эдемского сада. Он использует похоть плоти. Давайте будем говорить желание вместо похоть, потому что люди в своем разуме отвлекаются на желание плоти, желание чей? Чтобы видеть. И желание, или, извините, гордость житейскую. Он использовал эти три уловки, чтобы соблазнить Еву, соблазнить Адама, сбить их с пути, которые Бог избрал и предназначил для них. Но ему не удалось сбить с пути Иисуса. И это доказывает, что вы не должны сбиваться с пути. И поскольку сейчас мы с вами во Христе, мы имеем Его помощь и Его Дух, и мы не должны сбиваться. Вы заметите, что в книге Бытия... Кстати, вернитесь назад в книгу Притчей. 19 глава. Пожалуйста, 19 глава книги Притчей. Пока вы открываете это место, хочу обратить ваше внимание на то, что все началось в ту минуту, когда Адам и Ева начали искать способ уклониться с Божьего пути. Они начали с того, что прислушались к неправильному голосу. Вот как все началось, с прислушивания к неправильному голосу. Змей пришел со своим коварством, со своим обманом и начал говорить, «Послушайте, неужели Бог действительно сказал это?» И дальше, «Нет, этого не будет. Все будет хорошо, вы будете как боги». Если бы они не прислушались к Нему, они бы никогда не начали заигрывать с этим и уступать похотям плоти и похотям очей. Они прислушались к неправильному голосу. Именно так люди сбиваются с пути. Они начинают прислушиваться к неправильному голосу. Как написано в послании к Коринфянам, «Столько различных голосов или слов в мире, и ни одного из них нет беззначения». Примите решение, что вы не будете прислушиваться к неправильному голосу. Послушайте это местописание. Притчи 19, 27. 19, 27. Здесь говорится, «Перестань, сын мой, слушать внушения об отклонении от изречения разума». «Перестань слушать это. Прекрати прислушиваться». Знаете, невозможно прислушиваться к двум противоположным вещам и верить двум противоположным вещам. В той же 4 главе книги притчи, где он говорил о том, что стезя становится светлее, несколькими стихами дальше, поскольку мы здесь, давайте вернемся. Несколькими стихами дальше, в 18 стихе он сказал, «Стезя праведных более и более светлеет». И в 20 стихе через пару стихов он сказал, «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы должны быть осторожными с тем, к чему мы позволяем себе прислушиваться. Знаете, в то время, когда я учился летать и у меня только появился личный самолет, я летал по правилам визуального полета. И знаете, вы думаете так, ну, диспетчеры знают все, поэтому нужно в точности исполнять то, что они говорят, и ни в чем не сомневаться. И вот я летел в своем маленьком самолете Бананза-1, и не знаю, примерно через 20 минут полета диспетчер говорит, «Я вижу, что вы отклонились от курса на 10 градусов, вам нужно взять на 10 градусов вправо». Мне казалось, что я лечу правильно, но я сказал, «Хорошо, диспетчеры знают все». И я взял на 10 градусов вправо. Я пролетел еще 20 минут, и он сказал, «Вам нужно взять еще на 10 градусов в сторону». Я подумал, «Ну хорошо, он диспетчер». И взял вправо еще на 10 градусов. Он сказал это и в третий раз. И наконец я понял, что очутился в совершенно другом штате, совсем не там, где должен быть. Я вызвал его, а он опять собирался мне сказать, чтобы я взял вправо, понимаете? И он спросил, «Разве вы не летите в такой-то город в Луизиане?» Я ответил, «Нет, сэр». «Нет, я не лечу туда. Я лечу туда и туда, совершенно в другой штат». Он перепутал координаты. Я слушал его и сбивался с курса. Сбивался с курса все больше и больше. Хотя мне нужно было сказать, «Минутку, нет, нет, вот мой курс, я знаю, где я должен быть», и следовать этому курсу. Но было очень много других случаев, когда диспетчеры помогали мне, ведь любой может допустить ошибку. Все дело в том, что если вы прислушиваетесь к неправильному голосу, вы начнете уклоняться, сбиваться с пути и уйдете в сторону. Знаете, мы должны быть очень разборчивы с тем, какие проповеди мы слушаем, какие книги читаем, какие записи слушаем. Я в прошлом прослушал несколько таких проповедей, в которых почти все было хорошо, однако там было то, что оказалось плохим семенем. И такие вещи подталкивают ваши мысли в определенном направлении. И вы начинаете думать неправильно, даже не осознавая этого. Вам нужно следовать за своим сердцем. Дух Святой знает, что хорошо, а что нет. Наших знаний в разуме недостаточно, чтобы удостовериться в правильности всех проповедей, которые существуют. Но если вы слушаете что-то, смотрите что-то и чувствуете предупреждение в своем сердце, прислушайтесь к этому предупреждению и прекратите слушать. И не имеет значения, кто говорит. Любой проповедник или учитель может ошибаться. Как сказал один служитель, мой друг, «Съешьте сено, а ветки оставьте». То есть примите доброе, то, что свидетельствует вашему духу. Но если это не свидетельствует вашему духу, не надо иметь с этим ничего общего. Отложите это в сторону и перестаньте слушать слова, которые побуждают уклониться с правильного пути, как сказано здесь, от изречения разума. «Не сбивайтесь с пути». Не сбивайтесь с пути. Оставайтесь на правильной стезе. Я хочу, чтобы мы обратились к посланию к евреям. Послание к евреям, 12 глава. Вы знаете, в 12 главе послания к евреям, в 11 главе он только закончил говорить о большой галерее славы и о том, как все те разные люди, начиная от Авраама, Исаака, Якова, Иосифа, Моисея, все они совершали подвиги и приняли от Бога верой. И в 1 стихе 12 главы послание к евреям, 12 главе, написано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Видите, мы на пути. Бог определил нам курс. Мы проходим свое поприще. Придерживаемся своего курса. И Он сказал отложить в сторону все, каждое бремя, каждый грех, который запинает нас, и бежать с терпением, с настойчивостью, оставаясь на своем пути. Вслушайтесь в это. Взирая на Иисуса. Взирая на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры. Взирая на Него, сосредотачиваясь на Нем. Если бы враг не смог заставить Адама и Еву посмотреть на Него, прислушаться к Нему, у Него никогда бы не получилось сбить их с пути, ввести в заблуждение, в грех. То же касается и нас с вами сегодня. Мы можем перекрыть дьявола, как водопроводный кран. Мы не должны прислушиваться к нему. Проблема в том, что ваша плоть может желать вещей, которые она не должна иметь. И ваши глаза могут желать смотреть на те вещи, на которые вы хорошо знаете, не нужно смотреть. И гордость житейская. Вы можете желать в жизни чего-то из гордости. И вы знаете, что не должны иметь и не должны делать это. Даже самые большие святые Божии находили в своем разуме неправильные мысли или неправильные чувства. И они знали об этом. И вы еще не согрешили только потому, что у вас появилось искушение. Вы грешите, когда поддаетесь искушению. Иисус Сам был искушаем во всем, как и мы. Однако он ни разу не поддался искушению. Знаете, несколько лет назад я услышал, как один служитель привел такой пример. И я хорошо запомнил его. Он находился на небоскребе. Он вышел из комнаты на маленький балкончик, где, как мне кажется, хватало места только для него. Он стоял там, держась за перила и смотрел вниз. И я не помню, на каком этаже он был, но машина и люди казались маленькими игрушками. И пока он стоял там, перегибаясь через поручню, у него появилась такая мысль, «Почему бы тебе не прыгнуть вниз?» И он сразу же ответил, «Ты прыгай, я не буду». Я подумал, «Это превосходный пример, замечательный пример», потому что он сразу же распознал, откуда исходит эта мысль и это чувство. Оно не исходило из его духа. Оно не исходило от Бога. Враг принес эту мысль извне, чтобы привести его в замешательство. Он просто ответил, «Я не буду прыгать. Сам прыгай. Иначе говоря, я не дурак, я не буду прыгать отсюда». Но знаете, много христиан не настолько хорошо осведомлены. У них недостаточно света в этих вопросах. Вот почему это продолжается. Некоторые ухватились бы за поручь, не подумали, «Почему я думаю о том, чтобы прыгнуть вниз?» И дьявол сразу бы принес следующую мысль, «Ты склонен к самоубийству». Вот почему ты думаешь об этом. «Неужели я склонен к самоубийству?» «Да», — ответит дьявол, «У тебя дух самоубийства». «Да нет». «Почему же ты тогда думаешь о том, чтобы прыгнуть вниз?» «Я не знаю». «У меня дух самоубийства?» И дьявол скажет, «У тебя их три». И они подумают, «Боже мой, я нуждаюсь в молитве, я нуждаюсь в освобождении, нет, нет. Вам нужно пленить эти помышления и сказать, «Я не дурак, я не прыгну отсюда». Распознайте источник этой мысли. Вы видите, как люди попадают в беду? Они начинают прислушиваться к неправильным голосам. Что произошло бы, если бы Ева стояла там, и к ней пришли эти мысли и эти слова? «Посмотри на это дерево». Неужели Бог сказал, что вы погибнете, если вкусите от него? Она могла бы перекрыть его, как водопроводный кран, и сказать, «Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы спрашивать меня о Боге? Я не хочу слушать того, что ты хочешь сказать. Я отказываюсь слушать тебя». На этом бы все прекратилось. Ей бы не пришлось тогда бороться со всеми последующими искушениями, с желаниями ее плоти и с желаниями ее очей. «Остерегайтесь прислушиваться к неправильному голосу». Именно с этого все начинается. Враг приходит и приносит мысли в ваш разум. Неправильный дух приходит и пытается сесть вам на плечо и предложить вам кое-что. А как относительно этого? Было бы интересно попробовать. «О, это было бы так приятно». А вот это? И вы знаете, когда мысль приходит, вы не должны думать об этом. Легче всего разобраться с ней в самом начале. Легче раздавить желудь, чем сокрушить дуб. Легче подавить что-то в семени. Дьявол пытается постоянно делать это с нами и со Словом. Когда Слово Божье посеяно в наше сердце, Бог пытается побудить нас прислушаться, наклонить наше ухо к Нему. Прислушаться к Его словам, слушать Его. И враг пытается прийти и удалить это слово до того, как оно укоренится. Потому что, если оно укоренится, тогда оно станет твердыней в вас. Помните, что он сказал? Мы недалеко оттуда. Откройте второе послание к Коринфянам. Мы могли бы процитировать это, но давайте выделим время, чтобы посмотреть. Второе Коринфянам, десятая глава. Второе Коринфянам, десять, третий стих. Он говорит, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Но не вырывайте этот отрывок из контекста. Сразу же за этим следует, ими не спровергаем замыслы. Какие твердыни? Как что-то становится твердыней? Он говорит о твердынях в людях. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление, каждое помышление, каждую мысль. Почему бы вам не сказать это вслух? Пленяем каждую мысль. Скажите еще раз. Пленяем каждую мысль в послушание Христу, в послушание помазанному. Один человек сказал, и это сразу указало на его прошлое. Он сказал, «Каждый разум должен иметь вышибалу у дверей». Что он имел в виду? Неправильные мысли пытаются прийти, и вы должны выбросить их вон. Вы должны схватить их, как только появляется намек. Почему бы не полюбезничать с этим человеком? Почему бы не пофлиртовать с ним? Посмотри, вот деньги, которые тебе нужны. Ты бы мог присвоить их себе. А почему бы тебе не сказать вот так? Это неправда, но ты можешь сказать это, и они отстанут от тебя. Мысли. Легче всего разобраться с ними, когда они появляются впервые. Как с этой мыслью? Почему бы тебе не прыгнуть вниз? Сразу же распознайте, откуда она исходит, и скажите, «Нет, нет, я не дурак, я не буду заигрывать с чужой женой, я не сумасшедший, я не несведущий, нет». Схватите эту мысль, не заигрывайте с ней, не думайте о ней, схватите ее и выбросьте. Вот что значит это слово, не спровергать. Оно буквально значит выбрасывать. Выбросьте эту мысль, и скажите, «Нет, нет, нет, ни в коем случае». Я говорю о том, как мы можем защитить себя, чтобы не сбиться с пути. Если вы не начнете прислушиваться к неправильному голосу, вы никогда не будете заигрывать с возможностью уклониться, выбрать другой путь и сбиться с пути. И скажите вслух, «Я не собираюсь прислушиваться к неправильному голосу». Эти мысли, эти чувства, эти предложения, они приходят к нам ко всем, но мы не должны прислушиваться к ним. Не будьте захвачены внезапно. Не говорите, «Что со мной не так? У меня дух депрессии, у меня дух суицида, у меня такой и такой дух». Нет, никакой дух не может стать тверденей в жизни и разуме христианина, если только он не предоставит ее ему, не покорится ей. Некоторым людям нужно сказать так, «Я хочу, чтобы вы сделали это». Бог произведет сейчас что-то могущественное. «Я хочу, чтобы вы подняли свои руки, положили их на свою голову вместе со мной, сейчас, в эту минуту, вот так. Положите свои руки на голову и скажите вслух, «Мой разум — это мой разум. Мне не нужно думать о том, о чем я не избираю думать. Я освящаю свой разум, чтобы он сосредотачивался на Господе, и он хранит меня в совершенном мире». «Я контролирую жизнь своих мыслей, и я не спровергаю всякое неправильное помышление во имя Иисуса». Аллилуйя. Не позволяйте дьяволу лгать вам. Не позвольте ему убедить вас, что вы не можете контролировать свой разум. Вы можете, с Божьей благодатью, вы можете контролировать свой разум. И вы можете отключить свой разум с неправильных вещей точно так же, как переключаете каналы на телевизор. Почему бы вам не сказать это вслух, пока мы снова открываем 4 главу книги притчей? Если у вас есть рядом Библия, откройте 4 главу книги притчей. Если Библии рядом нет, возьмите ее, если возможно, и положите ее перед собой. Но пока вы ищете это место, скажите вслух, «Я исполнитель». «Я исполнитель Слова Божьего». Знаете, только для таких людей Слово дает результат. Не для тех, кто только ходит на служение и слушает Слово. Не для тех, кто слушает записи. Не для тех, кто только цитирует Писание. Но для людей, которые практикуют его. Для людей, которые исполняют Слово. Именно они получают результаты. Скажите еще раз, «Я исполнитель Слова Божьего». В 4 главе книги притчи находится наше местописание, которое мы рассматриваем уже несколько дней. И мы говорим о стезе Божьей. Книга Притчей, 4 глава, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». «Стезя праведных, как светило лучезарное, она становится ярче и ярче, которая более и более светлеет до полного дня». Я верю этому, как написано в 1-м послании Иоанна 1,5. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Если вы говорите, что имеете общение с Ним, но ходите во тьме, вы лжете. Это невозможно. На стезе Божьей и стезе праведности есть жизнь, и нет смерти, сказано в Книге Притчей. Итак, как мы уже говорили, если вы терпите нужду, уменьшение, проблемы за проблемами, если вам кажется, что вы не знаете, где вы должны быть, что вы должны делать, вам кажется, что вы не на своем месте, значит, где-то вы сбились с пути. Где-то в прошлом вы заблудились и свернулись с дороги. Вы сбились с совершенной стези и плана, которые Бог имел для вас. Но все наши передачи — это учение, и все то, что Бог делает здесь, вернет вас обратно. А если вы на правильной стезе, поможет оставаться там. Мы уже говорили на предыдущих передачах о том, как враг использует одну и ту же тактику, одни и те же приемы, чтобы сбить людей с пути, еще со времен Адама и Евы. Как написано в первом послании Иоанна, он использовал похоть или желание плоти и желание разума и гордость, извините, я сказал неправильно, желание плоти, желание очей и гордость житейская. Все это касается разума. Уши и глаза — это ворота, через которые вещи попадают в разум. И на последней передаче мы рассматривали отрывок из послания к Коринфянам о том, что нужно не спровергать или отбрасывать каждую мысль, которая пытается превознестись против того, что сказал Бог. Если она противоречит Слову Божьему, не размышляйте над ней, не думайте о ней, не позволяйте ей оставаться в вашем разуме даже пять минут. Выбросьте ее. Пожалуйста, откройте сегодня послание Иакова. Первая глава. Давайте рассмотрим, как люди сбиваются с пути, как они попадают в заблуждение. А потом мы поговорим о практических способах предотвратить это. Послание Иакова. Первая глава. 14 стих. Давайте начнем с 13 стиха. Иакова 1, 13. Написано здесь, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Вы хорошо знаете, что Бог не пытается сбить вас с пути. Бог не пытается искусить или соблазнить вас уйти с того пути, на который Он поставил вас. Все это делает враг. Но обратите внимание на то, как это происходит. 14 стих. Но каждый искушается, это происходит одинаково со всеми, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Вы знаете, что означает это слово «обманываться» в английском языке? Оно означает «сбиться с пути», оступиться, скитаться. Мы сегодня используем это слово. Мы говорим о том, что люди сбились с пути, или что мы сами сбились с пути. Как люди сбиваются с пути? Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Это не дьявол. Это ваше желание. Знаете, когда мы родились свыше, наш дух стал новым творением во Христе Иисусе. Но наша плоть не была рождена свыше, и наш разум нужно обновлять. И мы должны контролировать и подчинять свое тело. Как сказал апостол Павел, «но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, или, как написано в примечаниях, отвергнутым». Даже великий апостол Павел понимал, что если он не будет контролировать свое тело, не будет контролировать свои чувства, свои мысли, свои желания и свой разум, он может сбиться с пути и попасть в заблуждение, стать нечестивым, недостойным, отверженным. Но он написал, «для того, чтобы этого не произошло, он подчиняет, порабощает свое тело». Послушайте еще раз, как здесь написано, «но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Или, как мы говорим, вместо похоти, желанием, желаниями. Иногда люди пытаются делать так. «Ну, я принял спасение, я освящен, у меня больше нет никаких неправильных желаний». О, да. В вашей плоти и необновленной части вашего разума есть неправильные желания. и возникают желания и чувства, желания посмотреть то, что вы не должны смотреть, желания иметь или делать что-то неправильное. И дело в том, как вы разбираетесь с этими желаниями. Вот что определяет, будет искушение успешным и соблазнитесь ли вы. Мы все знаем случаи, когда служители точно так же как и обыкновенные верующие грешили. Они врали, они воровали, у них были романы на стороне, их браки разваливались, портились отношения, их служения разваливались. Вы знаете, есть люди, которые когда-то были чудесным образом помазаны, но из-за провала в этих сферах они оставили служение и уже 10 лет не проповедовали. Позвольте сказать вам кое-что. Ибо дары и призвания Божьи не приложены. Не имеет значения, как вы все испортили, как ужасно вы заблудились и сбились. Божье призвание на вашей жизни не изменилось. Если вам придется уехать туда, где вас никто не знает, и начать все сначала, не сдавайтесь и не говорите, «Ну, я все испортил, поэтому Бог не может использовать меня». Ваша неудача не определяет Божье призвание. Он призвал вас до вашего рождения. Он знал, что вы все испортите, но все равно призвал вас. Благодарение Богу за кровь Иисуса, благодарение Богу за очищение. Вы можете идти дальше и быть послушными Богу, невзирая на свои неудачи и ошибки. Даже если другие люди не забудут и не простят вам, Бог простит вам, у Него есть место для вас, и у Него есть служение, где вы можете продолжать исполнять Его волю. Не сдавайтесь, не отказывайтесь от Него, Он не оставит вас. Но поймите, как все происходит. Как люди, хороший брат или хорошая сестра, которые любили Бога, которых Бог использовал, которые были помазанными, в конце концов, воруют деньги у церкви или у служения. Они кончают тем, что заводят романы, изменяют своим супругам, что-то в этом роде, и есть много других вещей. о которых я сейчас не буду говорить. Еще хуже, в которые попадают верующие. Как это происходит? Вот здесь. Как они сбились с пути? Каждый искушается, увлекаясь. Увлекаясь. Что привлекает их? Что отвлекает их от курса? Что отвлекает их от Божьего плана? Их собственная похоть. Их собственное желание. Не дьявол. Ваше собственное желание. Далее здесь написано, что они обольщаются. Это уже дьявол, как вы знаете. Давайте скажем так, у вас есть желание, например, выпить виски. Вы знаете, это не дьявол. Это ваше желание. Вы хотите выпить виски, но дьявол может показать вам виски и сказать, «Эй, вот виски. Хочешь виски?» И соблазнить вас. Но если бы вы не захотели выпить виски, у него бы не получилось соблазнить вас виски. Ваша плоть, он пытается привлечь ваш взгляд к другому человеку и вызвать к нему сексуальное желание или что-либо подобное. Это ваше желание. Но вот хорошая новость. Вы контролируете свои желания. Вы можете изменить желание внутри себя. Теперь поняли? Люди думают. Они приходят ко мне со слезами и говорят, «Брат Кейт, это искушение настолько велико, оно мучит меня. Я не хочу делать этого, но мне кажется, меня так и тянет к нему. И я делаю это, даже не осознавая». Нет, нет, нет. Это не происходит просто так. Вы совершили некоторые ошибки, и я объясню вам, как это произошло. Откройте вместе со мной послание к римлянам. Послание к римлянам, 13 глава. Я очень рад в своем духе, потому что верю, что есть люди, которые сегодня освободятся. Вы освободитесь, и вы получите ответы, и увидите, как изменить определенные вещи, которые мучили вас, так сказать, пожирали вас, и вам казалось, что вы просто не знаете, что с этим делать. Сегодня в Слове Божьем вы найдете помощь. Послание к римлянам, 13 глава. Если возможно, возьмите свою Библию, откройте ее. Послание к римлянам, конец 13 главы. Римлянам, 13-14, последний стих 13 главы. Он сказал, «Но облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». Почему люди сбиваются с пути? Они соблазняются собственными похотями или желаниями. Здесь он говорит, «Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти или желания плоти. Не удовлетворяйте их». Друзья, желания могут быть сильными или слабыми в зависимости от того, как их питать. Любое желание в нашей жизни, если оно сильное, это потому, что его питали. Если оно слабое, это потому, что его не питали. Если оно сильное, о нем пеклись. Вы понимаете это слово? «Попечения о плоти не превращайте в похоти». Скажу по-другому. Не питайте эти похоти. Не обеспечивайте их. Не питайте это желание. Знаете, неправильное желание, как бездомная кошка. Вы знаете что-нибудь о бездомных котах? Например, вы живете в доме, и вокруг есть несколько бездомных котов. Один приходит к вашим дверям, садится возле них и мяукает. «Мяу! Мяу!» Вы выходите и говорите, «О, нет, котик! Ты не можешь здесь оставаться. Мне не нужны коты. Ты не можешь здесь жить». А он продолжает «Мяу! Мяу!» и трется вам об ногу. И вы говорите, «Нет, нет, котик! Тебе придется уйти. Ты здесь не можешь остаться». Но вы достаете большую консервную банку кошачьего корма, открываете ее, выкладываете в хрустальное блюдце и говорите, «Вот, котик!» и гладите его по головке. И продолжаете, «Вот, покушаешь и уйдешь. Ты здесь не останешься. Тебе нужно уйти». Угадайте, что случится завтра. Вы выйдете на улицу и вот котик. «Мяу! Мяу!» говорит он. И вы отвечаете, «Нет, котик! Нет, нет, нет! Ты не можешь здесь остаться. Тебе нужно уходить». Но вы снова открываете еще одну банку кошачьего корма и кормите его. И вы говорите, «Вот, котик, я тебя накормлю, но тебе нужно будет уйти. Ты не можешь здесь оставаться». Нет, у вас уже новый кот, потому что вы кормили его, и он будет приходить обратно, чтобы его опять покормили. И не имеет значения, если вы будете продолжать так неделю за неделю. Через полгода 12-килограммовый кот будет сидеть на вашей груди, лизать ваш нос, а вы будете говорить, «Нет, котик! Нет, нет! Ты мне не нужен! Ты не можешь здесь оставаться, но вот тебе немного корма». Люди скажут, «Да это же безумие, брат Кейт!» Именно так люди поступают каждый день. Они говорят, «О, нет, это неправильное желание. Мне это не нужно». Но они питают его. Они питают его. Много людей приходило ко мне на протяжении многих лет. Иногда конфиденциально или звонили мне по телефону даже служители и говорили, «Брат Кейт, «Эти неправильные желания к противоположному полу мучают меня». Другие говорили, «Меня мучают желания к моему полу или к каким-то другим вещам, извращенным и неправильным». Они говорили, «Извините, но я не знаю, что делать с этими желаниями. Я не знаю, почему это так». Нет, нет, вы знаете, знаете. Это желание, которое мучает вас, не свалилось на вас просто с неба. Это желание было в вашей плоти. И когда оно появилось, вы питали его. Вы смотрели то, что не нужно было смотреть. А когда вы закончили, вы сказали, «О, мне не нужно было это смотреть. Это нехорошо». Но это желание уже зажглось, потому что вы питали его. И вы думаете, «Мне не нужно было это смотреть». Но потом возвращаетесь и смотрите еще два часа. И вы читаете то, что не нужно было читать, слушаете то, что не нужно было слушать и заигрываете с тем, с чем не стоило заигрывать. И все время, пока вы это делаете, вы питаете это неправильное желание. Питаете его. Питаете его. В конце концов, оно станет настолько сильным, что не позволит вам заснуть ночью. Оно станет настолько сильным. Оно будет тянуть вас, мучить. Понимаете? Неисполненное желание мучает. Может быть, вы думаете, что мы отклонились от темы, но это не так. Вот почему люди сбиваются с пути. Я знаю ни одного человека, который потерял служение из-за неправильной женщины. Он посмотрел на женщину, с которой ему не нужно было связываться. Я не имею в виду жену. У него возникло желание к ней. Он посмотрел на нее, начал думать о ней, и не успел он напомниться, как уже сбежал с ней и оставил церковь. Бог не призывал его к этому. Бог поставил его на стезю, привел его в служение, дал ему семью. А он начал смотреть на другую. Я не имею в виду человека, который только две недели назад принял спасение. Я говорю о том, кто знал Бога много лет. Бог использовал его. Он знал Писание, цитировал Писание. Не имеет значения, сколько Слова Божьего вы знаете или как долго вы ходите с Богом. Если вы начинаете желать чего-то большего, чем Бога, тогда ваше плоть или ваше желание будут тянуть вас, отвлекать. Они начнут тянуть вас и отвлекать. Вы услышали это? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И когда дьявол увидит это, он будет соблазнять, он будет приносить разные помышления, рисовать разные картины, как все могло бы произойти. Но только вы принимаете решение потворствовать этому. Если вы примете решение потакать этому, тогда вы пойдете за своим собственным желанием и искушением врага. Обратите внимание, что он сказал. Позвольте мне вернуться назад, прочитать это снова. Послание Иакова. Это желание, если за ним следовать, если ему поддаться, это желание, зачавши, рождает грех. Вы начинаете думать о чем-то достаточно долго, размышлять об этом, представлять это достаточно долго, и вы будете поступать соответственно. Так все происходит. А когда грех совершен, он рождает смерть. Каково решение? Уморите его голодом. Если вы не хотите, чтобы кот приходил к вашим дверям, прекратите ставить для него корм. Остановитесь, прекратите кормить его. И когда вы прекратите кормить его, вы услышите «Мяу, мяу, мяу». Вы устанете слышать это. Замолчи. Мяу. Нет, если вы хотите, чтобы кот ушел, прекратите кормить его. В конце концов, кот скажет «Эй, он больше не собирается меня кормить». и пойдет в другое место. Желание. Если у вас есть желание, которое мучает вас, уверяю вас, по благодати Божьей, я сейчас буду молиться вместе с вами, мы будем верить Богу, но вы должны обрубить питание. Прекратите смотреть на это. Не говорите, что вы не можете прекратить смотреть на это. Прекратите читать это, размышлять об этом, заигрывать с этим. Обрубите это. И хотя оно может оставаться сильным, делайте это день за днем. И желание начнет ослабевать. Когда вы прекратите питать его. Оно будет становиться все слабее и слабее, пройдет полдня, и вы даже не задумывались о нем. После этого пройдет два дня, а вы даже не будете задумываться о нем. После этого целая неделя, и оно не будет доставать вас. Вы заморите его голодом, так что оно ослабнет. С другой стороны, нужно питать желание к Богу. То есть ревнуйте о дарах больших и о проявлениях Духа Святого. Питайте эти желания, пока вы не будете желать Бога настолько сильно, что будете вставать с кровати в два часа ночи, чтобы молиться. Будете вставать рано утром, чтобы молиться. Вы будете жаждать Бога. Вы захотите читать Его Слово. Почему? Потому что вы питаете это желание. Вы питаете Его, пока не будете желать Бога больше, чем чего-либо другого. И что Он сказал, «Алчущие и жаждущие праведности насытятся». Сейчас я поведу вас в молитве. Мы будем верить Богу о помощи в этом случае, но вы должны обещать Ему, и я поведу вас в этом, что прекратите питать эти неправильные, нечистые желания. Вы готовы? Помолитесь вслух со мной. Скажите это вслух. Бог Отец, я приношу себя Тебе, и я признаю, что эти неправильные желания, которые укрепились в моей жизни, я сам питал их. Именно так они стали сильными. Я прошу Тебя простить меня за то, что я питал эти неправильные желания. И я прошу Твоей помощи и Твоей силы сегодня, и я прекращу питать эти неправильные желания. Освободи меня от них. Помоги мне возрастать и жаждать Тебя. И спасибо Тебе за то, что Ты освобождаешь меня от неправильных чувств и желаний во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Я верю, что Он услышал нас. Я верю, что благодать уже сейчас входит в вас и укрепляет. Да, Господь, укрепи их силой и могуществом в Твоем Духе, в их внутреннем человеке. Вы можете обрубить это желание, и вы будете морить голодом эти неправильные желания. И вы увидите, запомните мои слова, не пройдет много времени, как они прекратят доставать вас. Пройдет много времени, и вы даже не задумаетесь о них. Хвала Богу. Оставать четвертая глава. Мы продолжим разговор о том, как оставаться на Божьем совершенном пути для верующего. Книга Притча, 4 глава. Притча 4, 18 стих. Здесь написано, «Но стезя праведных, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до совершенного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Если вы на неправильном пути, там темно, и становится темнее. Похоже, если бы вы вошли в помещение, например, помещение церкви или помещение городского центра, где нет окон, свет выключен, и вы стоите посреди зала, и можете споткнуться и упасть на сиденье. Прошло бы какое-то время, прежде чем вы нашли бы выход. Но если кто-то придет и включит свет, вы посмотрите и скажете, «А, вот я где, я вижу, вот выход», и пойдете прямо к нему. В жизни, когда вы ходите в свете, вы знаете, где вы, вы знаете, что вы делаете, вы знаете, куда вы идете. Но мы слышим, как многие-многие христиане говорят, «Такое впечатление, что я никак, никак не могу найти свое место. Не знаю, где я должен быть. Не знаю, в чем мое служение». Видите, это тьма. И так не должно быть. Но если верующие пребывают в смятении и тьме, в постоянных убытках, в худшем состоянии во многих сферах жизни, чем пять лет назад, то мы не должны превозноситься против Бога и искать другую причину. Мы должны признать, что мы сбились с пути. Мы заблудились. Где-то в прошлом мы сошли со стези. И всю неделю мы говорили о том, как дьявол завлекает людей. Он не может силой свести вас с Божьего пути. Он не может увести вас с Божьего пути. Он не может лишить вас совершенной воли Божьей для вас. Но что Он может сделать, это попытаться искусить и соблазнить вас вашими собственными желаниями. Моими желаниями. Вчера мы говорили о том, что с этим делать. Если в вашей жизни возникают неправильные желания, и если они сильны, это потому, что вы их питали, и они укрепились благодаря подпитке. Но вы можете уморить эти желания голодом. И, возможно, это не произойдет за два дня. Но если вы будете морить их голодом, обрубать их, прекратите думать о неправильных вещах, прекратите говорить о них, прекратите смотреть их, прекратите читать их, эти желания начнут ослабевать, они будут становиться слабее и слабее, пока больше не смогут мучить и привлекать вас. Хорошо быть свободным. Благодарение Богу вы можете быть свободными. Мы говорили о похотях плоти, желаниях плоти, похоть или желания разума. Извините, а чей? И, конечно же, это касается разума. Но давайте сегодня поговорим о третьей вещи, которую так часто использует враг. Гордость житейская. Гордость житейская. В книге пророка Авдия, третьем стихе, вам не обязательно открывать ее, в книге Авдия только одна глава, третий стих, там сказано, «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Это одна из основных причин, по которой Адам и Ева оступились и сбились с правильного пути для них. Ева начала смотреть на этот плод и увидела, насколько хорошо было бы его попробовать. И также этот фактор гордости. Если ты получишь это, у тебя будут знания, как у Бога. И намек на то, что тебе больше не будет нужен Бог, как ты нуждаешься в Нем сейчас. Тебе не нужно будет полагаться на Бога так, как ты полагаешься на Него сейчас. Я знаю, что большинство таких идей выходит от людей, которые проповедуют эволюцию без Иисуса и сотворения. Люди не хотят верить, что они были сотворены. Они хотят верить в то, что, знаете, я был одинокой клеткой в океане. И исключительно благодаря силе воли я начал развиваться, вырастил себе хвост, а потом спрыгнул с дерева, выпрямился и стал человеком. И мы создали эту цивилизацию, мы выросли, мы люди, которые сделали себя сами, и мы движены своими собственными усилиями. Ничто не может быть дальше от истины. Человек не достиг своего высокого состояния благодаря эволюции. Человек регрессировал. Человек упал. Человек был сотворен на Божье подобие и образ. Он пребывал на высоком уровне, а потом из-за греха, непослушания и бунта человек скатился до того, что многие сегодня живут как звери. Вырождение, а не эволюция. Но благодарение Богу во Христе мы были возвращены на этот уровень полного общения с Богом, на высокий уровень, где мы можем действовать как Сыны Божьи, как Христос, помазанный. Что касается гордости, этого убеждения, нам Бог не нужен. Нет, друзья. Мы говорим о вере. Мы не говорим о независимости. Мы говорим о том, что нужно полностью полагаться на Бога. Он дает нам наше дыхание. Он дает нашему сердцу биться. Он заставляет солнце светить. Он заставляет землю вращаться. Мы полностью зависимы от Него. И благодаря нашей вере в Него, мы должны верить, что у нас все получится. Несколько лет назад я стал убежденным в том, что у Кейта все получится. Знаете, что я имею в виду? Я верю, что я буду оставаться на своей стезе. Я убежден, что я завершу свой бег. Я завершу свою дистанцию с радостью. Я верю, что я буду простираться и достигну финишной черты. Предстану перед Господом и услышу. Хорошо. И это не потому, что я считаю себя таким умным, не потому, что я знаю больше или у меня больше веры, чем у других. Я верю, что у меня получится, потому что я полностью убежден. Бог любит меня. И Он рядом со мной, чтобы защищать меня, хранить меня. И если я споткнусь, Он поднимет меня. Если я начну клоняться в сторону, Он скажет, «Эй, эй, Кейт, сюда!» Если я не услышу Его сразу, Он будет говорить мне снова. Он исправит меня. Он скажет, «Не туда, сюда!» Если до меня не дойдет, Он увеличит громкость. Если до меня все равно не дойдет, Он заставит трех человек подойти ко мне и сказать мне. И самый большой секрет вот в чем. Прислушаюсь ли я? И я принял решение, что прислушаюсь. Примите решение, что вы прислушаетесь. Если вы будете прислушиваться и справитесь, вы не собьетесь с пути. Вы сможете завершить свою дистанцию для Господа. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония. Второзаконие, 17 глава. Обратите внимание, как Господь дал Царю, Своего народа информацию, которая должна была помочь Ему и беречь Его от отклонений всю Его жизнь. Это касается и нас. Иисус — Царь Царей. Мы должны править и царствовать в жизни, как цари. Мы цари, над которыми Он Царь. Итак, послушайте. Это Второзаконие, 17. Мы говорим о том, как не сбиться с пути из-за гордости житейской. Второзаконие, 17, 16 стих. Здесь Он предупреждает Царя. Я поднимусь чуть выше, к 14 стиху, и прочитаю полный отрывок. Второзаконие, 17, 14. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя». Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. «Ибо Господь сказал вам, «Не возвращайтесь более путем с ним, и чтобы не умножал себе жен». Обратите внимание. «Дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Итак, представьте. Это главное, и я хочу, чтобы вы это поняли. «Но когда он сядет на престол Царства Своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. Пусть у него будет личная копия Слова Божьего, которое они хранили в то время. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмивалось сердце его, пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие годы пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Знаете, если вы царь, и у вас все богатство, вся сила, некоторым людям очень легко и очень часто это происходило, когда люди надмивались и превозносились в своем сердце. Они считали, что они лучше других, потому что они занимали это положение, и у них вся сила, у них все богатство и весь контроль. И Господь знал, что именно через эту гордость житейскую враг попытается убрать царя и свести его с правильного пути и привести его на неправильный путь. Если вы читали историю, очень много царей становились на неправильный путь и вели за собой людей, поклоняться ваалам и другим нечестивым вещам. Но здесь он сказал, вот как уберечься от этого. Он сказал, скажите царю, чтобы списал для себя список Слова Божьего. Вы поняли это? Посмотрите на 19 стих. «И пусть он читает его во все дни жизни своей». 20 стих. «Чтобы не надмивалось сердце его пред братьями его». Вы заметите, что первое, что происходит с людьми, прежде чем они сходят с пути, они уходят от Слова Божьего. Интересно, что люди, которые поразительно несведущи в Слове, не знают, насколько они несведущи. Люди приходили ко мне и хотели спорить о Писании, дискутировать о чем-то. И удивительно, насколько иногда люди бывают несведущими в Писании. Они хотят сказать мне что-то неправильное, и я цитирую им Писание, а они даже не знают, где оно. И они пытаются сказать, «Ну да, как относительно того-то?» И вы спрашиваете, «А где это написано в Библии?» И они не знают. Как-то одна женщина рассердилась на меня. Она сказала, «Ну это как поется в песне». Я переспросил, «В чем?» Она ответила, «В песне». Я спросил, «В песне?» «Да», сказала она и начала цитировать мне неверующую песню. Люди не знают, насколько они несведущи в Писании. Но если вы будете читать Писание, это поможет вам осознать. Итак, вы услышали? Пусть спишет себе список Слова, пусть он читает его во все дни жизни своей. Если вы постоянно читаете Писание, если вы постоянно напоминаете себе о том, чего вы не знаете, о том, в чем вы еще не имеете откровения, о том, в чем вы еще не ходите в полноте, это сохранит вас в реальности, то есть в настоящем смирении. Смирение — это не тогда, когда вы унижаете себя, притворяясь смиренным, не принимая похвалу, которую вы знаете вы заслуживаете. Нет, смирение — это осознать, что вы не заслуживаете этого. Если это хорошо, это было от Бога. Если плохо, это было от вас. Этой гордости можно положить конец, храня Слово Божье перед собою. Потому что, если враг пытается проникнуть через неправильный голос, позвольте Богу говорить к вам его голосом. Хотя это разные главы, вы знаете, что Бог обращается к вам через книгу бытия. Бог говорит к вам через книгу Исход, второзаконие, книгу Еремии, Евангелие от Матфея и книгу Откровения. Это один и тот же голос, это тот же Бог, который обращается к вам через каждую из этих книг. Знаете, много лет назад, когда я начал более серьезно относиться к Богу, и я очень хотел услышать Господа. Я просто знал в своем духе, если я смогу услышать Бога, у меня все получится. По прошествии многих лет я остаюсь убежденным в этом, но я узнал, как слышать Его. Если вы слышите Его и исполняете то, что Он говорит, у вас все получится. Но я был в ту пору очень молод, и если бы я попросил Его один раз, то, наверное, я просил Его тысячу раз. Господь, говори со мной, говори со мной, что ты хочешь, что я должен сделать, говори со мной. Бывало, в полночь я ходил по лесу и говорил, Боже, говори со мной, пожалуйста, говори со мной, говори со мной. И я уверен, Он, наверное, устал слышать это. Однажды вечером я был в нашем маленьком передвижном домике, лежал на полу и повторял, не знаю в который раз, Боже, говори со мной, говори мне, проговаривай ко мне. Потому что, понимаете, когда вы плотские, вас привлекают естественные вещи. Я хотел увидеть что-то своими глазами, я хотел услышать что-то своими ушами. Понимаете, чем более вы плотские, тем более вы хотите чего-то естественного. Но поймите, Бог — Дух, и Его Дух — вас. И основной способ, с помощью которого Он общается с нами, это духовный, не естественный. И я очень четко помню, я лежал там на полу, Боже, говори со мной, проговаривай ко мне, скажи, что я должен сделать, говори со мной. И Он проговорил мое сердце. Я не хочу сказать, что услышал физический голос, но очень четко внутри себя я услышал, что Он сказал, Кейт, в Библии я сказал тебе много чудесных вещей, а ты не знаешь о них, ты не сведуешь в них. Найди то, что я уже сказал тебе там, и если я захочу сказать еще что-то, я это сделаю. И я понял. Я понял и взял свою Библию. Я осознал, хочешь услышать от Бога? Открой любую страницу в этой книге и скажи, хорошо, Боже, говори со мной и начни читать. Это Бог говорит к нам через эти слова. Он показывает нам потрясающий секрет к тому, чтобы не возгордиться, не позволить гордости отвлечь вас от Божьего плана для вас. Он сказал, спиши себе список этой книги, храни копию этой Библии. Если у вас нет Библии, приобретите ее себе сегодня и читайте ее во все дни жизни своей, и сказал он, чтобы вы научились бояться Господа и хранить все его слова. И 20 стих, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его. Итак, оставайтесь в слове. Это поможет вам уберечься от гордости. Не возвышаться, не отвлекаться из-за нее. Читайте Писание каждый день. Я знаю, вам кажется, что вы уже слышали это раньше, но дело не в том, что вы знаете, а в том, что вы исполняете. Читайте Писание каждый день. Оно напомнит вам о том, чего вы не знаете, в чем вы еще не ходите, убережет в реальности. И вы не будете, как те люди, которые не читают слово и считают, что они много знают, однако стыд и срам, насколько они не сведущи. Плохо быть глупым, но еще хуже быть глупым и не знать, что ты глуп, думать, что ты умный, однако ты глупый. Оставайтесь в слове, и вы будете оставаться в реальности. Что еще поможет нам, если мы уже говорим об этом, хочу показать вам еще один ключ. Это поклонение Богу. Поклонение Богу. В третьей главе Евангелия от Иоанна, вы знаете это место, но если вы возьмете свою Библию, откройте его. Евангелие от Иоанна, глава, извините, глава, 4-я глава, извините, 4-я глава. Здесь говорится, Иисус сказал в 23-м стихе, Иоанна 4, 23, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вы не можете по-настоящему поклоняться Богу, если не смиряетесь перед Ним, чтобы уберечься от надмения в своем сердце, чтобы уберечься от гордости, когда вы ослеплены. В книге Авдея 3-м стихе сказано, «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Не позволяйте этой гордости увести вас с той стези, которую Бог приготовил для вас. Читайте Слово Божье, оставайтесь в Слове каждый день. Во-вторых, поклоняйтесь Богу. Пускай будут времена, когда никого вокруг вас, только Бог и вы. Поклоняйтесь Ему. Вы встаете на свои колени, простираетесь с ниц, лицом, носом в пол и говорите, «Боже, я поклоняюсь Тебе. Я признаю, что Ты сотворил меня. Я признаю, что не смогу дышать, и мое сердце не может биться без Тебя». Поклоняйтесь Ему и выражайте свою любовь. Знаете, одно из слов, которое переводится как «поклонение», как оно звучит, «проскунеу», одно из этих слов значит «целовать». Оно передает такое значение, когда собака лижет руку своего хозяина. Вот каково его значение. Знаете, Бог не заставляет нас чувствовать себя ничтожными. Поймите меня правильно. Он сделал нас праведностью Божьей во Христе. Но мы по собственной воле должны выделять время, приходить к Нему и склоняться перед Ним почти как собака, которая лижет руку своего хозяина и говорить, «Боже, только Ты мой Бог, и я поклоняюсь Тебе, и я знаю, откуда приходит каждое благословение, я знаю, откуда приходит каждая благодать и каждый дар, и я воздаю Тебе всю хвалу и славу». Когда вы упражняетесь в этом регулярно, смирение будет проявлять себя. Я видел людей, когда вы пытаетесь служить им, они даже не хотят поднять свои руки, слишком горды, они просто стоят. И вы говорите, «Давайте поклонимся Господу, подойдите ближе, встаньте на колени и молитесь». Они не хотят склониться на колени и молиться. Нет, они ожесточают свое сердце. Такое упрямство и такая жесткость, такая гордость — это тот крючок, который дьявол использует, чтобы проникнуть к людям и увести их в сторону. Они ожесточаются и идут неправильной дорогой, следуют за неправильными вещами, слишком горды, чтобы признать свою неправоту. Если вы сбились с пути, пошли неправильным путем, признайте это. Пойдите ниц и скажите, «Боже, прости меня, ты пытался предупредить меня, но я все равно это сделал. Прости меня». Даже в ваших финансах, если вы ошибались в этих сферах, что бы это ни было, давайте сделаем это сейчас, именно сейчас. Встаньте со своего стула, выйдите, склонитесь и скажите вслух, «Отец, Боже, я каюсь, я смиряюсь перед Тобою и я поклоняюсь Тебе. Я прошу у Тебя благодати и помощи сейчас во имя Иисуса». Хвала Богу! Откроем снова четвертую главу книги притчей. Рассмотрим наше местописание, которое мы разбираем на этих занятиях. Притчи 4, 18-19. Если возможно, возьмите свою Библию, откройте ее, даже если вы можете процитировать это писание, но пусть ваши глаза покоятся на нем. Притчи 4, 18. Здесь говорится, «Стезя праведных как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Есть совершенная стезя, которую Бог избрал для нас как верующих. Каждого из нас, когда мы рождаемся свыше, Он ставит на правильную стезю. Что я имею в виду? Это план. Это Его путь для нас. Господь знает, что должно произойти с нами в этом году и в следующем, через 10 лет, через 5 лет, через 50 лет, если Он будет медлить со Своим приходом. Он знает, что мы должны делать на земле, какими мы должны быть. Как мы уже говорили, не мы решаем, кем мы хотим стать и куда мы хотим пойти в этой жизни. Это уже было решено за нас. Мы должны открыть это с Его помощью и понять, а после этого посвятить себя, пообещать исполнять это и оставаться на совершенной стезе для нас. Если вы на правильном пути, он становится лучше. Я знаю, многие из вас могут подтвердить это и поднять свою руку. Я могу сказать, что моя жизнь становится лучше с каждым годом. С того времени, как я принял решение быть послушным Богу и следовать за Ним, она становится все лучше, лучше и лучше. Мы с Филией стали сильнее, у нас больше влияния, у нас больше денег. Все увеличивается и улучшается. Если бы я дошел до того, что все катится вниз, все становится хуже с каждым месяцем и через 3 года я в худшем состоянии, чем до того, надеюсь, я не валял бы долго дурака, а очнулся бы и сказал, «Эй, подожди, не должно становиться темнее, не должно становиться хуже. Где-то я сбился. Где я сбился? Господи, помоги мне. Покажи мне, как вернуться на эту стезю, на мой путь, который ты избрал для меня». На этой неделе мы подробно разбирали и говорили о том, что использует враг, чтобы свести людей. Дьявол не может лишить нас этой стези. Он не может силой сбить вас с пути, не может свести вас с Него. Только вы можете сбиться с пути. Но Он делает это при помощи наших собственных желаний. В послании Иакова сказано, «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью или желаниями». Мы читали в первом послании Иоанна, что похоть плоти или желание плоти, желание очей и гордость житейская — это то, что враг использовал, чтобы увести Адама и Еву, наших прародителей, с правильного пути. И с тех пор, с каждым человеком, он использовал те же вещи. И мы говорили о том, что нужно уморить голодом неправильные желания. Не позволяйте неправильным желаниям уводить вас в сторону. Не принимайте решений на основании алчности. Не позволяйте желанию денег, каких-то вещей, дома, драгоценностей, супруга или чего-то другого становиться такими сильными, чтобы вы ослепли перед водительством Господа. Будьте водимы Духом Святым, ненуждами, нежеланиями, невозможностями. Будьте водимы Им. Когда мы принимаем наше решение, возможно, вам стоит записать это. Решение определяет направление. А направление определяет судьбу. Когда вы приняли решение принять Господа и быть послушными Ему, это решение определило направление, и вы пошли этим путем. Если вы придерживаетесь этого направления, тогда вы проходите через все места, через которые должны пройти, через все благословения, которыми вы должны наслаждаться, и вы дойдете до конца пути в славе, которую Бог предназначил. Если вы приняли неправильное решение, тогда оно ведет вас к неправильному направлению. Если вы придерживаетесь этого неправильного направления долгое время, вы попадете в неправильное место предназначения, в то место, где вы не должны были очутиться. Вчера мы подробно говорили о том, как враг использует гордость и о том, что делать, чтобы не позволить врагу делать это. Я хочу, чтобы сегодня мы снова обратились к Писанию и продолжили разговор об этом, о гордости житейской и о том, как враг использует ее. Давайте в первой книге царств рассмотрим пример человека, который позволил собственной гордости свести себя с пути, предназначенного Богом, из-за чего он преждевременно умер. Это стоило ему его служения, стоило всего, его семьи. Первая книга царств, 26 глава. Первая царств, 26. Здесь рассказывается о жизни Саула, который был первым царем Божьего народа. Вы знаете его историю, как Бог избрал его. Им пришлось искать его. Он спрятался, он не хотел высовываться, он не хотел, чтобы его видели. Но прошло время, и все изменилось. Он возвысился в гордости. Он стал заносчивым и непослушным Богу. Восставал против Божьих указаний. Со временем, после того, как он проявлял непослушание Богу, не прислушивался к Господу, Господь избрал другого на его место. Давида. Вы помните. И вы знаете, как Саул, несмотря на то, что был помазан Богом на царя, настолько запутался и начал прислушиваться к неправильным голосам, он стал завидовать Давиду. И так боялся. Боялся за свою жизнь и свое служение, что пытался убить Давида. Вы помните, не один раз он брал свое копье и бросал его в Давида, пока Давид играл для него, чтобы как-то облегчить ему его страдания. И после этого Давиду пришлось убежать, оставить свою семью, оставить всех и спасать свою жизнь. Вы знаете, что много лет он прятался в лесах, прятался в пещерах, убегал от Саула, который пытался убить его. И вы знаете, что Господь устроил все так, что у Давида появилась возможность убить Саула. Вы помните, что он смог отрезать полу его одежды, а в другом случае он смог взять бутылку с водой прямо из-под его головы. Очевидно, они были настолько близко, что могли убить его, но они этого не сделали. И когда Саул увидел это, обратите внимание, многие могли бы сказать то же. 21 стих, 1 царств 26-21. Саул сказал, «Согрешил я». Он сказал, «Безумно поступал я и очень много погрешал». Вы слышали эту фразу? «Безумно поступал я и очень много погрешал». Погрешать означает то, о чем мы говорили на наших занятиях. Это значит сбиться с пути. Это значит бродить, скитаться, заблуждаться, обманываться. Как мы сказали, «Сбиться с пути». Почему он сбился? Он сказал, «Безумно поступал я и очень много погрешал». Если вернуться назад на несколько глав, вы увидите, как это началось в его жизни. В 15-й главе 1 книги царств 15-я глава 1 книга царств Господь сказал Саулу через Самуила, пророка, идти и полностью уничтожить их врагов, амаликитян. Он сказал, «Не оставляй ничего, абсолютно ничего, все уничтожь». Но вы знаете историю. Саул не сделал этого. Они победили и завоевали Амалика, но они пощадили некоторых людей, они пощадили лучших коров, они пощадили лучших овец и быков. И Господь послал Самуила. Саул вышел к нему и сказал, «Я исполнил Слово Господне». А тот спросил, «А что это за влияние, я слышу? Что это за коровы?» Он ответил, «Это люди пощадили их». Видите, он не покаялся, он ожесточил себя, он начал оправдываться. Я скажу вам кое-что, а вы задумайтесь над этим. Когда обращают внимание на что-то, гордость будет оправдываться. Смирение будет исправляться. Вы услышали? Гордость оправдывается. «Ну да, но я не смог этого сделать, потому что тот и тот не помог мне, а они сделали то и то». Подобные вещи заставят вас ожесточиться против Бога, а он говорит, что противится гордым. Они будут крючком, который враг сможет использовать. Понимаете? Не будьте такими, как Саул. Несчастный человек, который вопил. «Безумно поступал я и очень много погрешал». Не будьте такими, поэтому не гордитесь, как он. Гордость житейская — это крючок, который использует враг. И в конце концов сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых?» Но дальше он указал ему, как Саул ослушался Бога. И Саул начал спорить с Самуилом. Он сказал, «Я послушался». Тот ответил, «Нет». Он сказал, «Послушание лучше жертвы. Непокорность — такой же грех, что и волшебство». Я знаю, несколько лет назад я каждый день принимал активное участие в служении исцеления. Я изучал жизнь различных мужчин и женщин, которых Бог использовал в прошлом в служении исцеления. И я постоянно видел одну и ту же модель у некоторых. Я заметил, что многие из них умерли преждевременно. Многие из них сбились с пути, начали заблуждаться в учении во второй половине своей жизни. И были удалены. Чем более я изучал это, тем более я понимал, насколько близко некоторые из этих людей были к Богу. И как Бог использовал их, и насколько они знали Писание. И какое помазание было на их жизни. Меня это встревожило. И я понял, что не избегу их ошибок благодаря тому, что буду знать больше. Или благодаря тому, что буду испытывать большую силу, помазание или результаты, чем они. Потому что на то время я не видел больших результатов. Я начал оценивать свой разум и сердце так пристально, что помню, однажды я зашел в комнату для проповедников, и я готовился к служению. Я просто пал ниц на свое лицо и сказал, «Господь, я вижу, что эти люди знали Тебя в некотором отношении лучше меня. Они видели больше чудес, чем я. Они знали больше слова. Многие из них были лучше меня в разных сферах, однако они сбились с пути. И я ревностно молился, «Господь, как я могу уберечься, чтобы не сбиться с пути? Как я могу уберечься от заблуждений, чтобы не зациклиться на какой-то доктрине и не сбиться с пути в служение?» И я лежал там и плакал перед Господом, потому что я видел, что не могу полагаться на свою проницательность или что-либо другое и таким образом избежать того, что случилось с ними. Поэтому я сказал, «Господь, пожалуйста, покажи мне, помоги мне». И Он сделал это. Он сказал мне некоторые вещи, пока я лежал там на полу, и они оставили неизгладимый след в моем сердце. Я никогда не забуду их. Он сказал мне, «Я не имею в виду, что услышал его голос, но я очень четко понял, что он говорил. Он сказал, «Кейт, я люблю этих мужчин и женщин. Сейчас они со мной. Я люблю их, и я точно так же люблю тебя. Однако пойми, они не сбились с пути без моего предупреждения. Я говорил им, я обращался к ним, я предупреждал их, я пытался исправить их. Когда они не прислушались, я послал к ним других людей. И позже я узнал о других людях. Я имею в виду сильных людях, которых он послал к этим служителям сказать, «Послушайте, это неправильно. Это неправильный путь, неправильная доктрина. Это не ваше призвание. Не идите этим путем». Бог сказал, «Я посылал к ним людей, и не однажды, но они не хотели прислушаться. Дело не в том, что они не могли быть защищены, а в том, что они не захотели слышать меня. Они ожесточились и стали неспособны учиться». Он сказал, «Послушай меня, Кейт, не бойся, не беспокойся. Если ты начнешь сбиваться с пути, я предупрежу тебя, я исправлю тебя. Если будет нужно, я пошлю людей, которым ты поверишь, что они хотят помочь тебе. Они покажут, исправят тебя и вернут тебя обратно». Он сказал, «Дело не в том, это не вопрос, я помогу тебе». Вопрос в том, будешь ли ты способен учиться, услышишь ли ты, прислушаешься ли, или ты ожесточишь свое сердце и скажешь, «О, нет, я знаю это, и я кое-что знаю». И ожесточишься, потому что именно это происходит перед погибелью. То, что он сказал мне тогда, я записал в своей Библии и храню это до сего дня. Он сказал, «Гордость заставляет тебя поддаться обольщению. Гордость заставляет вас поддаться ему». Но он сказал, «Твое смирение — это твоя защита от обмана». Ваше смирение — это ваша защита от обольщения. Я видел это, и это грустно, но я видел это в своей жизни не один раз. Были времена, когда Господь обращался ко мне посреди ночи, «Иди встреться с тем и тем, поговори с ними завтра». И я делал это. Иногда мне приходилось лететь через полстраны, чтобы увидеться с ними и сказать им. И сейчас я думаю об одном человеке. Это происходило не однажды. Он сказал, «Брат Кейт, если Господь когда-либо скажет вам что-то, пожалуйста, передайте мне». И я пришел к нему. Я сказал, «Ты просил сообщить, если Господь когда-либо скажет мне что-то». И сегодня я здесь, и я говорю тебе, что у Господа есть что сказать. И я усадил того человека и сказал ему, «Не иди этим путем». То, на что ты смотришь, то, о чем ты говоришь, не иди этим путем. Это не то, что Господь имеет для тебя. Освободись от этого. Отведи свой взгляд от этого. У него есть лучшее для тебя. Если ты пойдешь этим путем, это будет стоить тебе твоей семьи, служения, помазания. Не иди этим путем. И тот человек сказал, «Я прислушиваюсь, я слушаю». И я ушел. На следующей неделе этот человек пошел и сделал не только то, что я, но и Господь говорил ему не делать. Он пошел и сделал это. И, конечно же, это стоило ему денег, это стоило ему его помазания, это стоило ему его церкви, его служения, его семьи. Вы можете спросить, «Почему же кто-то делает так?» Мы все делали это, возможно, в меньших вещах, но все сводится к неспособности учиться, когда вы говорите, «Нет-нет, я знаю, я слышал от Бога». Вам нужно быть уверенными в том, что вы слышите от Бога, но вы не единственный, у которого есть Дух Святой, и не единственный, кто слышит от Бога. Особенно, если Господь посылает вам кого-то, прислушайтесь, послушайте. Враг использует желание плоти, он использует желание очей, и он использует то, что называется гордостью. Это мерзко, и все это в нашей плоти. И мы должны делать то, что знаем, нужно делать, чтобы преодолеть это. Храните себя в слове, как мы говорили, это поможет вам хранить себя смиренными в реальности. Поклоняйтесь Богу. Если вы чувствуете, что возноситесь над чем-то, если вы наслаждаетесь большим успехом, и все говорят, какие вы чудесные, замечательные, не сидите и не прислушивайтесь к этому. Закройте свои уши и пропустите один прием пищи. Вы можете усмирить свою душу постом. Пропустите прием пищи, пропустите другие вещи, которые вы любите делать. Уткнитесь носом в коврик и скажите, «Господь, я не сбит с толку. Я знаю, что без тебя я ничто, и у меня ничего нет без тебя. Поклонитесь Ему и смирите себя». И, как мы говорили сегодня, очень важно быть способными учиться. Поймите, кроме вас есть люди, которые знают Бога. У других людей есть Дух Святой, не только у вас. Другие люди понимают Писание, не только вы. И если все ваши старейшины говорят вам, что вы идете неправильным путем, и люди, которые любят вас, говорят вам, что вы идете неправильным путем, не отбрасывайте это исправление из-за гордости. Не ожесточайтесь. Не бросайтесь во тьму. Если вы сделали это и видите, что дело не пошло лучше, а идет все хуже и хуже, не ожесточайтесь. Признайте, «Я ошибся. Я сбился». И покайтесь. Попросите у Бога прощения. Придите и попросите прощения у людей и вернитесь обратно. Вы верите этому? Божье помазание здесь, чтобы изменять жизнь. Божье помазание здесь, чтобы возвращать людей обратно на путь, с которого они сбились из-за собственной гордости. Не давитесь своей гордостью. Есть люди, которым нужно позвонить кому-то. «Сначала вам нужно помолиться. Прежде всего, нужно помолиться. Скажу так, а потом позвонить. Договориться о встрече на обед с некоторыми людьми. Прийти к ним и признать пред ними, что вы были неправы, что вы не прислушались. Попросить у них прощения и попросить прощения у Бога. Потому что, друзья, вне Его стези нет ничего, кроме смерти, ничего, кроме тьмы. Там становится только хуже. Но со смирением приходит благодать. Бог дает благодать смиренным, а кротких ведет справедливостью. Своим путем. И этот путь будет становиться ярче. Я чувствую и знаю в своем духе, что свет уже начинает пробиваться в сердцах и разуме некоторых людей. Позвольте мне повести вас в этой молитве. Склоните свою голову. Если можете, встаньте со своего кресла, преклоните колени. Это внешнее проявление вашего внутреннего смирения. Склонитесь перед Господом и скажите вслух. Бог Отец, если я был упрям, если я был не способен к обучению, если я был горд, я прошу тебя простить меня. Если ты посылал людей говорить со мной, а я не прислушивался, и это был ты, и отвергая их, я отвергал тебя, если я был во тьме, обольщен гордостью, прости меня, прости меня. Господь, дай мне благодать и силу, и я примирюсь с другими людьми. Дай мне благодать и силу, и помоги мне вернуться на стезю. Если мне придется смирить себя перед людьми, я сделаю это. Я исправлю это. И я прошу у тебя полного восстановления во имя Иисуса. Пока вы еще здесь, я провозглашу кое-что над вами. Господь, во имя Иисуса, я провозглашаю над ними мир, который превосходит разумение. Некоторые сейчас плачут. Господь, дай им восстановление в их духе и в их душе. Я прошу тебя, возмести им то, что было украдено у них во время этих потерянных лет, то, что было украдено, когда они не были на пути. Я прошу тебя вернуть это им. За следующие несколько месяцев, за год, ты можешь сделать то, что, как правило, требует пяти или десяти лет. Я прошу тебя, по множеству твоего милосердия, твоей доброты, твоей милости, сделай это для них. Сделай это для них. Восстанови им это. Верни им во имя Иисуса. Сейчас вы можете подняться. Встаньте и поднимите руки. Начните поклоняться Богу и благодарить Его. Скажите, «Благодарю тебя, Господь, что возвращаешь меня обратно на стезю. Благодарю тебя, Господь, что возвращаешь меня обратно на узкую и прямую, правильную и хорошую дорогу. И во имя Иисуса я не сойду с нею. Нет, нет. Я пройду мимо всех дьявольских цветных и ярких дорожных знаков, которые пытаются привлечь меня к этим желаниям. Нет, нет. Я сделаю свое лицо как кремень. И я смотрю на эту дорогу. И мы с тобой, Иисус, я остаюсь с тобой посредине этого совершенного плана до конца дороги, что Божья благодать умножается для вас сегодня. Я верю, что вы укреплены, чтобы сделать все, к чему Он призвал вас. Скажите вслух. Мы на стезе. Сегодня день пожертвований. Кто-то должен сказать «да». Каждый раз, когда у вас есть возможность давать и сеять, блаженнее давать, нежели принимать. Писание говорит во втором послании к Коринфянам, 9, 10. «Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды или праведности вашей». Я не знаю, смогу ли я выразить словами, не обращаясь к языкам, то, что это служение Брат Кеннет и миссис Глория Копленд означают для нас Филлис и для всего нашего служения. Большая часть нашего служения является плодом того, что они посеяли в нас. Они верят, что достигнут 200 миллионов душ. И вы знаете, через телепрограммы, интернет, радио, печатные издания, всеми возможными голосами они готовы приумножать и достигать в два раза большего. Поэтому присоединитесь сегодня, пришлите хорошее пожертвование, я пошлю хорошее пожертвование, и пусть они услышат от вас сегодня. Если вы скажете, «Брат Кейт, я бы хотел это сделать, у меня просто нет денег». Бог дает семя сеющему. Давайте предъявим право на это семя и будем верить о нем сейчас. Отец, во имя Иисуса мы сеем наше семя. И те, кто желает это сделать, я прошу тебя, дай семя в их руки, и они обещают тебе, что посеют его в это служение в вере, во имя Иисуса. Станьте частью хорошей церкви. Верующие должны собираться вместе, питаться вместе и ободрять друг друга. Помните, что мы любим вас, Бог любит вас, и Иисус Господь.